А вот сколько потребуется времени, чтобы перед судом наконец-то предстали виновные в другом преступлении. Ровно год назад, 4 сентября 2016-го, подожгли наш офис. Это было сделано, когда в здании находились мои коллеги, готовили выпуск подробностей недели. Наш корреспондент Елена Зорина получила серьезные травмы, огонь уничтожил часть помещений и технику. Дело о поджоге открыто, но имена исполнителей и заказчиков до сих пор официально не названы. Почему и как все происходило в следующем материале. Эта спланированная атака на службу новостей началась в 16-24 сентября прошлого года. Сразу несколько групп проникли в здание и подожгли его изнутри в трех разных местах. Вестибюль на первом этаже, а также студию и международную редакцию на втором. Со второго этажа огонь перебросился на третий. Десятки сотрудников оказались отрезаны от входа и вынуждены были спасаться на балконе и крыше. Многие надышались угарным газом и были близки к потере сознания. Корреспондент Елена Зорина пострадала больше всех. Из-за отравления дымом упала на лестнице и получила перелом боковых отростков позвоночника. Впоследствии провела несколько недель на больничной койке и еще несколько месяцев ушло на реабилитацию. Диагноз был страшный. Боли в спине периодически дают о себе знать, но вот несколько месяцев на восстановление, это для того, чтобы прийти хотя бы в более или менее такой привычный ритм жизни. Начать пробежки, выйти на работу, ну и чувствовать себя более или менее нормально. Потому что первое время, конечно, было сложно. Ну, благо, что я занималась спортом, да, и благодаря этому все более или менее проходило. Поджигатели же под прикрытием группы так называемых демонстрантов спокойно покинули здание. По требованию сотрудников телеканала, нескольких нападавших задержала полиция. Но в тот же вечер отпустила. Прямо в момент пожара недалеко от здания был замечен Илья Киева. По кадрам видно, что он отдает команды. Тем временем полиция якобы проводит расследование и начинает изымать вещдоки, но при этом забывает брошенные поджигателями каски, зажигалки и газовые баллончики. Уже на следующий день посыпались гневные заявления зарубежных и отечественных политиков, а также представителей международных организаций. Среди них Human Rights Watch и ОБСЕ. Кроме того, в этот же день президент дает личное поручение генпрокурору. Не предпустимо, чтобы кто-то взрывался, подпаливал. Я уверен в том, что это не имеет никакого отношения к патриотам. И сегодня это не меньше, а больше шкодит Украине, чем любые контакты с провокаторами. Я доручил генеральному прокурору взять расследование под свой собственный контроль. 6 сентября после разбора сгоревшей аппаратуры полиции передают диски, на которых видео с камер наблюдения, где зафиксированы лица нападавших. Параллельно нардепы проводят свое расследование. 8 сентября они обращаются к главе с БУ с требованием переквалифицировать дело со статьи хулиганства на статью терроризм. Кроме того, называют личности организаторов. Кроме Ильи Кивы в объектив камеры попал Алексей Капишинский. 86-го года рождения, руководитель Киевспортклуба. И Вадим Мизера, 80-го года рождения, кличка Мизер. Все детали и личности нападавших известны, но результатов следствия нет. На сегодня никаких информации нет. Скорее всего, причиной является то, что, может быть, расследование, которое проводит Генеральная прокуратура Украины, касательно организаторов и выполненных, споспало с этим расследованием, которое делал телеканал «Интер». И, скорее всего, те же самые люди, они и стали известны правоохранными органами. И именно поэтому этот подпал, он встал в чергу таких неразкрытых злочин, как расстрел людей на Майдане, спаление людей в Одессе. И хотя еще 5 октября прошлого года Шевченковский райсуд столицы обязал СБУ расследовать поджог службы новостей по статье «Теракт», следствие не продвинулось ни на йоту. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев. Подробности телеканал «Интер». Отсутствием каких-либо результатов следствия за целый год возмущены и украинские, и европейские организации, для которых свобода слова и безопасность работы медиа – приоритет. Такая ситуация, говорят эксперты, – опасный сигнал для всех журналистов, работающих в стране. На жаль, через год мы не получим сигналу уверенности, что подобная форс-мажорная або варварская выходка не может повториться. Мы не видим ни належных следствий, ни звиту правоохоронцев, ни подтверждения любой версии, какая бы она ни была. И главное, что снова изменится ставление до Украины и с боку международных журналистских организаций. Очень важно, чтобы следствие по этому делу стало приоритетным. В Европе, как правило, особенно когда идет речь о таком большом и важном новостном канале, к подобному инциденту отнеслись бы со всей серьезностью, и суд бы сделал все возможное, чтобы наказать виновных. Год назад мы заявляли, нас, конечно же, беспокоит, что власти Украины не только не расследуют такие вот случаи, но и что проходят года, месяца, и ничего не происходит. То, что произошло год назад, нападение, оно не должно случиться опять. И опять же, я повторю, что это важно и для других журналистов, которые живут в Украине. И это преступление должно быть раскрыто. Мы в очередной раз обращаемся к президенту, службе безопасности и другим силовым структурам с просьбой найти и наказать виновных в поджоге нашей телестудии.